Недавно мы давали видеоматериалы о возможном внедрении приложения АШЭК в случае перехода городов в красную зону по эпидситуации. В сюжете приводились доводы предпринимателей о том, почему они этого не хотят. Один из главных заключался в том, что, по словам некоторых представителей бизнеса, с появлением АШЭК их персональные данные стали утекать в налоговые органы. Налоговое управление присылало уведомление субъектам бизнеса о том, что количество чекинов, то есть вошедших по АШЭКу, не совпадает с количеством чеков. Естественно, тут же был задан вопрос Мусину, который нам обещал, что никакие данные они передавать с АШЭКа не будут. Каким образом эти данные оказались у налоговиков? Мне говорят, мы не знаем. Эта интеграция была также незаконна. Создатели же приложения считают негатив вокруг их детища искусственным и даже заказным. С нами на связь вышел разработчик АШЭК Виталий Пустовойтенко. В своем интервью он рассказал, как создавалось программное обеспечение и почему многие против его внедрения. С ухудшением эпидситуации в Казахстане вновь заговорили о возможном внедрении АШЭК. Представители бизнеса, выступающие против этого, приводят массу доводов. Разработчик программного обеспечения Виталий Пустовойтенко критику считает необоснованной. По его словам, АШЭК дал возможность бизнесу работать в условиях пандемии и позволил выявить честную статистику по заболеваемости ковидом. Появился народный контроль, когда люди, свой статус проверяя, видят, что он не поменялся, пишут в техподдержку, возмущаются, в соцсетях жалуются. Мы выясняем, какая-то лаборатория скрывает, какие-то регионы скрывали. То есть, ну, я думаю, там Акиматы тоже были дезинтересованы, чтобы статистика занижалась в определенный период времени. И вот АШЭК как раз и решил эту проблему. Если человек приходит в заведение, у него статус разный, это проблема не АШЭК. Это проблема первой лаборатории, как она ввела эти данные, и данные пошли. В запуске приложения участвовала и Ассоциация общественного питания. Там отмечают, в первые четыре пандемийных месяца АШЭК был удобен для того, чтобы не допускать посетителей с красным статусом. Но после передачи этой программы Министерству цифрового развития, жалобы на АШЭК участились, отмечают в ассоциации. К примеру, по утечке персональных данных предпринимателей и другим вопросам. Да, действительно, данные утекали именно по чекинам. То есть к БИНу привязан чекин и утекали данные. Действительно, программа АШЭК не была защищена на тот момент именно данные, персональные данные. Как утверждает Минздрав, они сейчас это защитили. Но все, что извратили потом из программы АШЭК, оно уже было потом. Уже один чекин, один чек придумывали, чтобы считать сотрудников, не считать сотрудников. Что один, допустим, человек пришел к Казахстану, тот же человек этот пришел и поужинал. А его ИИН уже не защитывался. Как известно, АШЭК был интегрирован в мобильные приложения казахстанских банков. Но, как утверждает разработчик Виталий Пустовойтенко, утечки данных при этом не было. Информация довольно публичная. Если вы сейчас введете понятие, допустим, лидера АШЭК, сделаете поиск на сайте ГОВКИЗ, вы увидите эти списки на сайтах Акиматов. Эти же списки. Ситуация следующая, что когда формировались лидеры и аутсайдеры проекта АШЭК, и люди соглашались с офертой публичной. От того, что налоговый комитет решил по ним делать свои проверки, ну это вопрос налогового комитета. В каком виде АШЭК будет внедрен на этот раз, в случае ухудшения эпидситуации, неизвестно. От Министерства цифрового развития комментария мы не получили. По мнению же разработчиков, негатив вокруг приложения сейчас связан больше с поменявшимся восприятием. Потому что если в период пандемии АШЭК открывал работу бизнеса, то сейчас будет уже ограничивать. А многие объекты общепита действительно против. По данным ассоциации, чтобы восстановиться до уровня допандемийного и из минуса выйти в ноль, отрасли потребуется пять лет. В случае же ввода ограничений на это уйдет еще больше. Саулья Байгалиева, Атамикен Бизнес.